Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на еще одну небольшую короткометражку из конкурса квестов на АППРО под названием X7 Пролог. Что ж, поехали. Итак, снова янтарь, работа, добраться до ученых. Играем мы здесь за некого насача. Ладно. Блин, Сусанин куда-то пропал. Сам сказал, подожди меня в баре, я скоро вернусь. Четвертые сутки нет, неужели его прибрала зона? Все может быть, но пока есть более насущные вопросы. Деньги кончаются, надо хотя бы какую-нибудь работу найти. У бармена, как назло, нет подходящей сейчас. Помнится, ученые объявления кидали, может у них есть что? Заодно детектор надо бы починить, а то сломался недавно. А без него я как без рук. Сломанный детектор Велес. К сожалению, этот экземпляр сломан. Так, ладно. Смотрю, немало тут народу, 29 человек. Честно говоря, не помню я, чтобы когда-то где-то такое количество было сталкеров в районе бункера ученых. Ну, здесь сейчас вот ученые, долговцы. Так, тут вот выстроились, я смотрю. Ничего себе. Такс, ладно. Ну, пойдем. К Сахарову. Или кто здесь сейчас за главного? Ага, Сахаров. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Здравствуйте, молодой человек. Чем могу вам помочь? И вам не болеть? Ищу какую-нибудь хорошо оплачиваемую работу. Контракт подписывать не собираюсь, так как я не хочу надолго тут оставаться. Ммм, хорошо. Думаю, у нас найдутся разовые поручения для такого опытного сталкера, как вы. Могу сейчас предложить работу. Слушаю. На территории завода замечены псионические возмущения. Это точно не может быть установка в лаборатории Х-16. А также они не похожи на воздействие контролера или обычную псианомалию. Мы уже достаточно долго пытаемся понять, что это такое. И пока что наиболее вероятной выглядит теория, что это какой-то новый артефакт. Правда, мы так и не смогли его достать. Также была замечена новая аномалия на востоке территории. Она тоже нас заинтересовала. Если хотите, можете помочь нам в полевых исследованиях. Хорошо, я согласен. И что нужно делать? Прошло достаточно много времени с того момента, когда мы в последний раз делали замеры на территории завода. Я собираюсь отправить экспедицию туда. И помощь им явно не помешает. Вы готовы? Так, а мы готовы. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Кстати, детектор Велес вон целый. Можно купить, в принципе. Но насчет починки лучше бы спросить сначала. Так, подождите я сейчас. А к кому обратиться насчет починки? Странно, что у Сахарова диалогов нет. Ну, непонятно. Может быть, позже появится диалог. Пока что не буду покупать новый детектор. А так, вроде как, у нас все плюс-минус есть. Я готов. Хорошо. Тогда подойдите к капитану Васильчуку. Он ведет вас в курс дела. Ладно. Я помогаю ученым. Сейчас собирается экспедиция на завод. И мне сказано помочь им. Хорошо. Прямо сейчас отряд выдвигается на завод. Пятеро моих бойцов и четыре ученых. Командует той экспедиции лейтенант Кудрищев. Он тебе сообщит, что надо делать. Готов? Да. Тогда отправляю отряд удачи. Вот мы и добрались. План предельно простой. Сейчас я отправлю двоих на разведку. Остальные ждут. Когда они скажут, что безопасно, тогда тихонечко выдвигаемся на завод. Ты, сталкер, будь около ученых. Я храня их. Понял. Так. Ага, вот они, ученые. Ну тогда пока что ждем. Патрон у нас вроде как есть. Все, есть. Первый. Двор чист. Точно чист? Или как в прошлый раз будет? Да, точно чист. Не души. Ладно, принял. Отряд, двигайтесь на точки. Сталкер, охраняй ученых. Конечно, понятно. Ладно, держимся возле ученых. Вперед забегать не будем. Так, а где вы тут будете проводить свои замеры? В каком месте? Похоже, что вот здесь, да? Ну давайте. Да. Это, конечно, здорово, что у нас целый отряд ученых. Один человек делает замеры здесь, другой здесь. Третий где-то в другом месте. Да, тут. И там. По идее, сейчас вот в одном месте они... Мы на месте. Всем бойцам оставаться на местах. Ученые, давайте поживее. Делайте, что надо. А то еще кто знает, что вылезет. Вижу зомби с юга. Кадавры прут от главного здания. Идиоты. И это называется точно чист. Всем ученым спрятаться в гараже. Остальные спина к спине. Так, а... Блин. Уже опять без меня начали... Что? Да, побежал помочь. Получил по башке от кого-то. Как быстро тут разворачиваются события. Я там говорил про то, что хорошо, что несколько человек, что они сразу сделают замеры. И возможно не нужно будет ждать пока, как мы раньше вот ходили с одним ученым, делать замеры. Сначала в одном месте, потом он перебегает во второе, третье. А так сразу четверо во всех нужных местах сделают замеры и все. Но тут события приняли другой оборот. В катакомбах мы оказались. Какой-то сталкер здесь. Леня Бык. Привет. Привет, мужик. Где я? И кто ты? Я простой сталкер. Еще артефакты и продаю, где выгоднее. Находимся мы в коллекторах под янтарем. Место хоть и разветвленное, но в то же время проход тут один и он очевиден. Просто иди вперед, пока не дойдешь до лестницы. Там выход. Кстати, как продвижение с исследованием аномалий на заводе? Подожди, откуда тебе известно, что я делал там? Это не важно. Важно то, что я хочу тебе помочь. То, что я скажу, поможет тебе разгадать эту тайну с заводом. Так, тут выбор, да? Давайте сделаем сохранение сначала. Ну и теперь выберем первый вариант, я думаю. Ну и что ты можешь мне сказать? Может, ты уже понял, а может и нет, но артефакт пытается защищаться. Ты думаешь, зомбированные специально всех вас ждали в засаде, а ваши разведчики курицы слепые? Нет, зомби там и правда не было, когда вы пришли. Даже когда вы шли по территории, они не появлялись, потому что простое хождение по заводу не является риском для арта быть найденным. Но когда ваши ученые начали делать замеры, то они стали на шаг ближе к нахождению артефакта. А раз все предыдущие попытки выгнать нарушителей покоя пси-излучением провалились, то артефакт принял решение телепортировать зомбированных с разных концов зоны и натравить на вас. И, как видишь, это помогло. Почему ты об этом артефакте говоришь, как о мыслящем существе? Разве это вообще возможно? Поверь, еще как возможно. Думаешь, это только сталкеры постоянно находят новые способы противодействия зоной? Не, зона тоже эволюционирует и создает новые способы противодействия нарушителям периметра. Звучит это все как какой-то бред. И каждому встречному посреди коллектора ты все это рассказываешь? А больше я никому не сообщу это. В смысле? О, похоже, это был посланник от артефакта, да? Ладно. Добраться до бункера. Ё-моё, жарко тут появилось. Откуда ни возьмись. Ладно, давайте тогда спокойно постоим, почитаем сначала, что здесь сказано. Никогда в жизни не видел такой толпы зомбированных. Вообще не понимаю, как я до сих пор жив. Постой, а жив ли вообще? Чувствую себя как-то странно. Ладно, вроде как я ясно мыслю, а еще нахожусь непонятно где, да еще и один. И снаряга моя куда-то делась. В любом случае, надо выбираться отсюда до бункера ученых и рассказать о случившемся. Да, слушайте. Ничего нет. Ё-моё, и аптечек нет. Тогда сейчас будем топать тут аккуратно, не спеша. Так, два человека где-то впереди. Или это на территории завода? Непонятно. Так, ну нож у нас есть. Не знаю, может хотя бы ящики поразбивать. Но можно ли в них что-то найти? Или просто занимаемся любимым делом? Да, ну ладно. Так, два нейтрала. Сказал, что будем идти спокойно, не спеша, сам побежал. Чуть не нарвался. Не влетел еще раз в жарку. Долговцы, спокойно. Там, кстати, еще труп впереди. Что у вас тут? Лейтенант Кудрищев. О, хотя бы я не один тут оказался. То есть больше никого ты не видел? Жаль. Хотя, может, этим идиотам туда и дорога. Только разберусь я с этим сначала. Постой, а этот-то в чем виноват? Слепой дебил он, вот что. Еще и разведчик называется. Он и до этого косячил, но тогда обошлось. А сейчас вообще, можно сказать, отряд из-за него и его товарища уничтожен. Я подозреваю, что это засланный казачок. Скорее всего, из монолитовцев. Почему монолит? Они еще имеют силы, чтобы такое проворачивать? Вроде бы после последнего похода стрелка на ЧАЭС эта группировка разваливается. Либо... Реально думаешь, что это монолит? Мне тут в тоннелях повстречался сталкер какой-то. Мы с ним не договорили, потому что он куда-то исчез. Однако он мне сказал, что зомбированных и вправду не было сначала на заводе. А тот факт, что они нас атаковали, защитная реакция артефакта. Якобы, как только головастики начали делать свои исследования, артефакт сразу натерепортировал зомби со всей зоны. Ну, давайте попробуем второй вариант. Ага. А до этого Дед Мороз нам подкинул десяток снорков на Голой Поляне, когда мы подошли ближе. Ты реально в это веришь? Нет, это все фигня полная. Вот она правда. Монолитовцы завербовали в наши ряды множество своих агентов, которые уничтожают долг изнутри. И теперь понадобится проверять всех 510 лет. Потому что именно столько времени надо на выявление и ликвидацию всех монолитовских агентов в группировке. Понял? Так, а если первый вариант мы выбрали, был бы вариант его спасти? Не знаю. Ну ладно, сейчас переигрывать не буду. Может быть потом второй раз пройдем. Так, и что, ты теперь будешь молчать? Ну, похоже на то. Ладно, давайте дальше пойдем. Впереди какой-то труп еще виднеется. Попутно разбиваем ящики. Вдруг все же выпадет аптечка какая-нибудь. Хотя мы там пока разговаривали, уже здоровье восстановилось. Так что... В принципе, не так все печально. Артем Черный. Так, как звали... Подождите, а как звали того сталкера, с которым Леня Бык? Нет, это не он. Я уж подумал, что это может... Что может быть мы как раз таки с этим Артемом там и говорили. Или же просто с его... Не знаю, как назвать. Душой. Или телом. Ладно. Значит, записка очевидца тут какая-то. Нечитабельно. Недавно был на северо-востоке территории возле аномалии. И мой детектор почти засветил какой-то артефакт в ней. Надо бы раздобыть наконец-то Велес. А то так и буду всякую фигню собирать и дальше. Купил все-таки Велес у ученых. Но пока что пусть полежит в моем тайнике, который в большой веткамере. Что к северу от бункера. И недалеко от поломанного участка стены. Мой напарник прислал мне сигнал СОС. Место, где он застрял, неприятное. Коллекторы под янтарем. Как же не хочется, но придется спускаться на помощь. Так. Тайник значит в большой веткамере, что к северу от бункера. И недалеко от поломанного участка стены. Ладно, поищем это место. Сейчас у него тут медведь. Ага, координаты тайника получили. То есть, отлично. Легче будет найти. Ну, идем дальше. В том диалоге с Долговцем что-то мне подсказывает, что выбрал я не тот вариант ответа. Возможно, был шанс спасти второго Долговца. Но уже ладно. Посмотрим, как события будут разворачиваться теперь. Странно только, что он остался там сидеть. Ага, тут уже тушканы пошли. Так, спокойно. У меня же там вроде и пистолет есть. Так что постреляем. В пистолето хотел я пострелять. Нифига себе. Чего вас так много? Да, сожрали так сожрали. Может быть, тут будет проще пробежать, потому что что-то их там реально как-то слишком много было. Ну-ка, где вы там сидите? Вот вы тут. А я погнал, перепрыгиваю. Ух ты ж, нифига. Ё-моё. Так, сохранимся. Да, погнал. А птичек нет. Печаль, беда. Ещё и кровосос. Только кровососа не хватало. Идёт падла прямо на меня. Может быть, можно его тихонько обойти через проход слева? Ладно, пускай пройдёт пока. Хотя можно было просто оббежать, мне кажется. Всё, вроде прошёл. Ладно, ага. Прошёл и заметил, но мы уже пробежали. И выбираемся, я надеюсь. Тут что? Давай быстрее и ломай. Всё. Так, опять какие-то приколы. В бункере очнулись. Что это было? Так. Профессор. Ага, осталась у нас только записка. Здравствуйте, молодой человек. Что-нибудь объясните? Вижу, вам уже значительно лучше. Однако, всё равно вам следует ещё отдохнуть. Профессор, что произошло? Как я тут оказался? И где остальные? Вас принесла группа, которую направил в Васильчук сразу же после того, как получил сигнал СОС. Говорят, вы были без сознания недалеко от входа на территорию завода. Также группа сообщила о серьёзной псианической активности на самом заводе. И ещё видели, как у гаражей, что у места замеров была огромная толпа зомбированных. Что до остальных, группа нашла только одного учёного, тоже недалеко от входа, но тот был уже мёртв. А на территорию группа не пошла, поэтому что случилось с остальными, нам неизвестно. Но смею предположить, что они или погибли, или остались на заводе. Или пополнили ряды зомбированных. Ммм, жаль, что так произошло. Ладно, а что насчёт замеров? Если они остались на территории завода, то тогда добраться до них может быть невозможным? Нам повезло. Бедняга, которого нашли недалеко от вас, имел при себе все основные результаты. Конечно, список не полный, но я думаю, что полученных данных пока хватит. Насчёт завода я вот что скажу. Да мы и раньше фиксировали появление пси-поля в месте замеров, но никогда... Раньше оно не было таким мощным. Да и зомбированные не встречались. Здесь... Возможно, поле уже затухло, но что насчёт зомби... Может, они всё ещё там, а может быть ушли. Мне это неизвестно. Понял. Всё-таки лучше я ещё отдохну. Это разумное решение. Можете дальше в кубрике отдохнуть. Но сначала зайдите к Васильчуку. Он просил меня отправить вас к нему сразу же, как только вы придёте в себя. Можете потом ещё прогуляться по территории базы, только за пределы ходить не рекомендую. А я пока подготовлю необходимое к дальнейшим экспериментам. А заодно вашу награду за проделанную работу. Такс, ладно. Рад был с вами пообщаться. Ага. Так, так это вернулась наша снаряга? Хорошо. О, клемался наконец-то. Я уж подумал, что отряд принёс нам два трупа. Как видишь, пока жив и помирать не планирую. Вижу. Я хочу узнать, что произошло на заводе. Что с моим отрядом, учёными, а также... Как ты оттуда выбрался? Да, что рассказывать. Подошли ко входу. Кудрищев отправил двоих на разведку. Они сообщили, что всё чисто. Мы выдвинулись к точке. Потом головастики стали что-то делать. А мы в это время периметр установили. Тут, откуда ни возьмись, со всех сторон попёрли зомби. Мы учёных быстро в гараж затолкали, а сами снаружи остались отбиваться. Так, а дальше? Ну, отбивались, пока есть силы. Но в какой-то момент меня вырубило. Очнулся уже в бункере. Ясно. Ты видел, откуда взялись зомби? Может быть, это защитная реакция артефакта? Не хочет, чтобы был найден. Хрен его знает. Я не удивлюсь, если так. Хоть и звучит бредово. Хорошо. Ты свободен. Ладно, пока. Так-с. Ну, не знаю, отдыхать, не отдыхать. Может, уже... Всем пожаловали в мою скромную лабораторию? Нет, у Сахарова пока диалогов нет. Ага, но все-таки нужно отдохнуть. Ладно. Отдохнули. Сейчас буду. Ну что, профессор, скажете? Думаю, что я готов к дальнейшей работе. Раз вы так считаете, то хорошо. Пока я еще обрабатываю данные экспедиции, вам надо помочь другой группе исследователей. К западу от бункера группа нашла аномалию, похожую на пространственный пузырь. И что внутри нее есть живой человек. Сейчас они разгадывают, как можно его вытащить. Вам нужно помочь им в этом. Кстати, ваши вещи лежат в ящике, что у кровати в кубрике. Не забудьте их забрать. Хорошо, приступаю к работе. Подождите, чуть не забыл. Вот ваша награда за помощь в замерах. 10 тысяч, 3 аптечки, патроны. Ладно. Так, а что со сломанным детектором-то делать? Спасибо. Постойте, какой-то странный у вас... О, детектор. Вы как-то его модифицировали? Ну, как сказать. Вообще, да, мне знакомый техник смог модифицировать его до уровня сварога. Однако, пока к вам шел, попал под выброс. Добираясь до укрытия, я выронил его. Вот он и сломался. Может быть, я смогу его у вас починить? На полноценный сварога у меня нет денег. Дайте-ка я взгляну... Понятно, повреждены критически важные узлы устройства. К сожалению, ваш детектор уже не целесообразно ремонтировать. Проще вам купить новый. Если не можете сварог, то возьмите хотя бы Велес. Очень часто в наших исследованиях можно находить необычные артефакты. И Велес минимально необходимый для этого детектор. Как раз награды должно хватать на его покупку. К сожалению, я не могу позволить себе раздавать их просто так. Хорошо, я подумаю. Наверное, стоит хотя бы его взять. Так, значит, добраться до аномалии. Забрать свои вещи уже выполнено. Это мы забрали. Ну, сварог, кстати говоря, тоже есть. 16 тысяч стоит. Но я не знаю, имеет ли смысл его покупать. Он в столько раз дороже. В принципе, нам на него хватает. И, по сути, что нам еще, кроме сварога или детектора тут покупать? У нас все есть, так что куда эти деньги тратить, непонятно. Тем более, что модификация небольшая. Давайте купим сварог. Может быть, это сыграет какую-то роль. Мы же все-таки сейчас идем к пространственному пузырю. Ну, может быть, с помощью этого сварога что-то получится. А может быть, хватило бы и Велеса. Не знаю. Ладно. Так, значит, здесь у нас аномалия. По пути нужно будет еще зайти проверить стайник. Посмотрим, что там. В принципе, можно уже сразу с этим сварогом бегать. Так-с. Тут разрыв есть. Ага, да. Тут разрыв есть. И тайник у нас судя по всему внутри этой штуки, да? Так, а как туда залезть? Ну-ка, сейчас как-нибудь как-нибудь, как-нибудь как-нибудь с разбега, наверное. Кстати, зомбированные, наверное, там бродят где-то. На миникарте, да? Вот видно сейчас кто-то. Ну, а что здесь? А, спасибо. Ну, что сказать. У нас теперь есть полный набор детекторов, так что, если что, можно протестировать абсолютно все детекторы на этой аномалии, куда мы сейчас выдвигаемся. Ладно, не столь важно, потратили мы деньги или нет, потому что мод все равно короткий и... Чего тут копить состояние? Так. Значит, топаем к аномалии. 8-9 человек тут. Ну что, господа. Что скажете? Кстати, тут артефакта, похоже, ник... А, нет, есть. Да, просто на этом свароге плохо его видно. Так, а наш детектор, если поставить... Сломанный детектор. Да вроде и сломанный работает. Ну, короче, понятно. Ладно. Так, ну что. Привет, я от Сахарова. Да, Сахаров сообщил о тебе. Если кратко, то вот что мы знаем. Это необычная пространственная аномалия. Просто так подойти к ней нельзя, тебя отбрасывать назад. Жертва то появляется вновь, то исчезает, и мы не можем понять, куда пропадает тот сталкер. Он еще жив, но, судя по виду, его состояние критическое. И если мы не вытащим его в ближайшее время, то он умрет. Может, есть какие-то идеи, как его вытащить? Несколько дней назад мы встретили сталкер, который интересовался у нас детектором Велес. Говорит, что в аномалии, что северо-восточнее завода был какой-то артефакт, но его тогдашний детектор был слишком слаб для его проявления, и что с помощью Велеса точно смог бы вытащить его. Денег у него достаточно при себе не было, поэтому он пошел куда-то и пропал. Может быть, ты сможешь его найти? Ну, или хотя бы раздобудешь как-то себе Велес и достанешь тот артефакт. Возможно, он будет ключом к спасению бедолаги. Да, без проблем. У меня тут три детектора. Что ж, давай попробую. Так, значит, где-то тут. Ладно, пойдем. А, кстати, запрыгнуть в эту аномалию можно? Ага, просто отталкивает нас. Ладно, пошли, значит, в ту сторону. Итак, я подбегаю. Ага, кровосос тут. Ну-ка, подостанем этот. Да, вот теперь... Теперь все понятно. Теперь все работает как надо. Наш сломанный детектор не работает, а сварок и детектор Велес работают. Даже вроде как детектор Велес работает лучше на этот артефакт. Ладно, бросьте артефакт в аномалию. Кровосос за нами погнался. Ну и ладно. Мы от него, я думаю, оторвемся. Ну что ж, я вернулся. Кстати говоря, артефакт, который мы там забрали, называется Активатор. Довольно редкий артефакт, выглядящий как пирог. За долгое время изучения у него так и не было найдено ни одного полезного свойства. Однако, сталкеры говорят, что бросив этот артефакт в аномалию, можно ее деактивировать. А если с этим артефактом на поясе зайти в аномалию? Ага. Жесть, лучше этого было... Лучше было этого не делать. Я на монтаже еще снижу звук, потому что в реальности там все еще жестче. Такс, ладно. Ну что ж, бросьте артефакт. Похоже, сработал, ларт. Ага, кто-то появился. Вот это шибануло. Хорошо, что джиф и вроде невредим. А еще бедолагу освободил. Так, и ученый немного пострадал. Он ближе всего стоял. Неизвестный. Ты как, джиф? Ко мне! Алло! Ко мне! Ты меня слышишь? Ладно, отнесем себя к Сахарову. Он решит, что с тобой делать. Такс. Ну что, этот сталкер здесь? Добро пожаловать в наш мир. Короче, Хохман. Ладно. Профессор, что скажете? Здравствуйте, молодой человек. Как там сталкер? Мы успели очень вовремя. Через несколько часов он был бы мертв. По зоне он, конечно, не ходок, но нельзя сказать, что его надо срочно эвакуировать. Через несколько дней прибудет вертолет со снабжением. С ними отправим его в полноценную больницу. Понял. А он вообще говорил, кто он и как попал? Он сейчас ничего сказать не может, но через пару часов, когда его состояние окончательно стабилизируется, то думаю, что можно будет и поговорить. Возьмите, это вам за помощь. 15 тысяч, 4 аптечки, патроны, 240 штук, хорошо учту. Так, патронов у меня тут, конечно, уже. Ладно. Есть какие-то результаты? Да, данных оказалось достаточно, чтобы мы смогли наконец-то настроить специальное устройство для поиска подобных артефактов. Оно не предполагает универсальности и всего лишь дополняет обычный детектор артефактов поздних поколений. Интересная фиговина. И как мне с ней искать артефакт? С такой на руках мимо аномалии не пройдешь. А вам и не требуется. Для максимальной эффективности прибор необходимо установить на возвышенности. Причем, чем выше, тем лучше. Думаю, крыша здания над входом в ИК-16 идеально подойдет для этого. Вам нужно просто установить сканер и включить его. Дальше он в автоматическом режиме будет сканировать территорию. И когда найдет артефакт, зафиксирует его направленным импульсом и сделает видимым для обычных детекторов. Хочу предупредить, что подойдут не все детекторы. Стабильно работать устройство будет только с детекторами серии Велес и Сварог. Не проблема. У меня есть нужный детектор. Давайте эту бандру сюда, скоро вернусь с этим несчастным артефактом. Так, хорошо. А что со Сталкером? Так, поспать мы тут не можем. Да, никак. Сейчас он нам ничего не скажет. Восстанавливается. Ладно. Тогда позже. А сейчас получается отправляемся на завод устанавливать специальный прибор. уловитель артефакта. Прибор созданный в лаборатории на Янтаре для выявления уникальных артефактов, которые невозможно достать обычными способами. Это устройство настроено на артефакт Пси-Ока. Ладно, Велес у меня здесь. Еще и Сварог на всякий случай есть. Ну, пошли. Так. Профессор, тут на заводе как-то много зомби. Я не уверен, что смогу со всеми справиться. Возможно, это остатки из тех, кто атаковал группу. Если я ничего не путаю, то в окрестностях завода Юпитер... Сейчас да почитаем. Да, слушайте. Зомби тут немало. У меня есть информация от коллег, что если внешне вести себя как зомбированный и не шуметь и не атаковать их, можно пройти. Даже не знаю, стоит ли рисковать, но все равно спасибо за информацию. Так, не шуметь, говоришь? Значит, если я ничего не путаю, то в окрестностях завода Юпитер кому-то удалось обмануть зомбированных и без агрессии пройти между ними. Сейчас я свяжусь с коллегами с той территории, может, они что-то подскажут. У меня есть информация от коллег, что если внешне вести себя как зомбированный, не шуметь и не атаковать их, то можно пройти между ними, не сражаясь. Вблизи вас, конечно, засекут, но если не путаться им под ногами, то, возможно, они не обратят на вас внимания. Сохранимся и пойдем. Не знаю, на шифте тут нужно идти или как. Или можно попробовать чуть быстрее. Так, ну. Ладно, может и быстрее можно. Может и пробежать можно. Так, там группа. Нам нужно наверх, я так понимаю, да? Как мы тут пройдем? Может быть лучше и сюда. Вот сюда. Так, аккуратно. Ни хрена себе вы все слышащие. Наверное, я там в кусту просто пошуршал, поэтому они меня заметили. Блин, не проскочил. Ладно, давайте тогда вот уже от ворот пойдем спокойно без бега. спустимся сюда сразу. Тут радиация, конечно, но ничего страшного. Так, вот тут вот как как вот тут вот. Ладно, давайте выйдем спокойно здесь. Для храбрости можно еще жахнуть. нечего жахнуть. Ладно, тогда антирад. Вагончики ничего тут не спрятали? Вроде нет. Ладно, сохранимся. Может там стоит пройти? может быть. Нет, все равно пришлось бы топать сюда. Так, проходи. Ага, и там тоже гуляет наверху. Ё-моё. Ладно. Слишком близко. Так, что делать будем? Там тоже наверху стоит товарищ. так, вроде уходит. Хорошо, тогда мы идем дальше. Так, на нас движется еще один. Ё-моё. Спокойно, проходи. Так, там братва греется. Ребята, я не буду вас тревожить. А, понятно. Но как тут тогда? Через куст? на шифте попробовать. На шифте через куст. Получилось даже в обход куста. Так, мы здесь, но это нам ничего не дало, потому что нам нужно заходить через главный вход. Так, уже хорошо. Сейчас главное, чтобы на лестнице никто не встретился. Кстати, какой-то труп лежит еще. где-то вот там вот, судя по миникарте. Надо бы потом проверить. Ладно. Так, что хотите сказать, я тут не залезу? В смысле? Да, ну, что за ерунда? вот, проходим. Такс. Еще поднимаемся. На этой крыше уже никого. Так, и вот мы тут. Отлично. Подождать. Подобрать артефакт. Артефакт проявился. Осталось только его подобрать. Отсюда его толком не видно. Так, я бы еще спустился, посмотрел, что там за труп где. Давайте вот так вот сиганем сейчас. Где-то тут какой-то был труп. Вот. Кто это? А, зомбированный просто. Ладно. Но проверить нужно было. Так, как мы теперь будем отсюда выбираться? Ох! Так, даже не знаю. Тут тоже особо не пройдешь. Или пройдешь? Аккуратно. Ладно, пойдем вот здесь вот. На шифте не спеша. Так, этого прошли. О, вот тут тут опасно. Не проскорчил. А, еще и заперто. Да, ладно. Ну, тогда давайте сюда. Тогда сюда, сюда. Сюда. И мы почти на месте. Артефакт должен быть где-то здесь. В трубе? Нет, здесь вот. Так, отлично. Насажь, Сусанин. Ты где пропадаешь? Есть серьезный разговор. Буду ждать ржавого автобуса, который в ложбине. Так, сейчас. Главное сначала выбраться, а потом уже все остальное. Потом посмотрим, какой конкретно мы артефакт подобрали. Так, так. Так, вроде вышел. Значит, давайте смотреть. Во-первых, подобрали мы неизвестный артефакт. Артефакт найденный на территории завода с помощью уловителя. Ученые много выдадут за него. Это точно. Так, поговорить с Сусанином. О, наконец-то дружок объявился и похоже намещается что-то крупное. Он сказал, что ждет урожавого автобуса, что в ложбине недалеко от входа на завод. Сохранимся на всякий случай. Ну и идем к нашему другу. Он тут не один. Насач, здорово! Ей-богу, мог бы предупредить, что на янтарь к ученым пойдешь и тебе не хворать. Вы все были не в сети, поэтому решил через бармена передать. А что стряслось? Есть предложение нам, как раз от бармена. Работа опасная, но зато после выполнения мы сразу же сможем свалить за периметр и жить на полную катушку. Ну и что он опять предложил? Идти в лабу и достать документы? Угадал. Он хочет, чтобы мы пробрались в Х7, та самая лаборатория, что находится под генераторами. Нихрена себе запрос. Ладно, бармен, ему главное результат, а вот ты хоть уверен, что мы потянем? Мне конечно нравится изучать неизвестное, но это... У нас даже снаряги нет для такого похода. Спокойно, никто никого на убой не отправляет. Во-первых, бармен снарягу выдаст такую, которую ты в жизни не увидишь больше. Во-вторых, пойдет не только наш отряд. С нами будет еще несколько матерых групп. Да и я еще к нам некоторых проверенных приглашу, так что с людьми будет все окей. В-третьих, у нас есть предполагаемый маршрут, как добраться до Х7, минуя всех монолитовцев и аномальные поля. Ну и через какую задницу в этот раз поведешь ты нас, Сусанин? Про подземелье Припяти знаешь? Диггеры смогли найти полный план всего комплекса, а по нему проложить наиболее короткий и безопасный маршрут. Начало будет в Припяти, но как ты знаешь, безопасная тропка туда давно открыта, а там всего ничего и мы уже в Х7. Нехорошее у меня предчувствие насчет этого, но я готов рискнуть. Отлично, сейчас еще кое-кого дождусь и двинем в бар. Там все обсудим и будем выдвигаться. Сейчас только сбегаю до ученых, доделаю одно дело и сразу к вам. Ага. Ну вот собственно говоря и все. Ну это был пролог. Возможно будет продолжение. Как по мне получилось весьма неплохо, так что конечно же будем ждать продолжения, но честно говоря не знаю стоит ли сейчас тут загружать сохранение и смотреть варианты если бы мы там выбрали другой вариант ответа. Скорее всего это ни на что особо не повлияло бы, но давайте по-быстрому сейчас посмотрим. Так значит во-первых в диалоге с этим сталкером сразу отвечаем знаешь лучше я пойду только посмей дальше за мной следить придушу. Так все теперь тут аккуратно пробегаем и бежим к долговцам. на этот раз мы не знаем главный герой вернее не знает про то почему появились зомбированные. Так ха но диалог все равно есть ладно но тем не менее мы выбираем первый вариант ответа почему монолит они еще имеют силы чтобы такое проворачивать вроде бы после последнего похода стрелка на чьес эта группировка разваливается не эта группировка так просто не перестанет существовать хоть как внешне она и будет выглядеть или не выглядеть выничтожить ее можно только вместе с зоной и сейчас я внесу в это вклад ну понятно то же самое ладно ну в общем дальше проходить перепроходить не вижу смысла так что на этом наверное закончим в общем как по мне получилось весьма неплохо так что большое спасибо автору за этот мод большое спасибо что смотрели это прохождение и всем удачи и пока